Девушки отдыхают Если он действительно умер Если Я думаю, что мертвым лучше оставаться мертвым Прошлое трудно вернуть Воскресший это неприятный призрак Марьяна Стриженова – одна из самых красивых актрис советского кинематографа У нее было множество поклонников А именитые режиссеры заваливали актрису предложениями о сотрудничестве Однако вскоре в ее жизни началась черная полоса Очаровательная актриса Марьяна Стриженова родилась 14 ноября 1924 года в Москве Она стала продолжательницей театральной династии Ее родители – актеры Александр Иванович Грызунов и Мария Леонтьевна Алексеева Бебутова Служили в Московском художественном театре Девичья фамилия – Марьяна Александровна Грызунова-Бебутова Сразу по окончанию школы Марьяна вышла замуж за командира Красной Армии Участника Советско-финской войны Героя Советского Союза Вениамина Кириллова Брак продлился чуть больше года В 1943 году Кириллов погиб в боях за освобождение Днепропетровска 19-летняя Марьяна осталась вдовой В 1947 году она закончила Щепкинское училище и была зачислена в труппу театра имени Моссовета В 1957 году успешно снималась в кино, перешла в театр-студию киноактера Дебютировала главной ролью в музыкальной комедии «Щедрое лето» 1950 года, сыграв бригадира Оксану Подпруженко Известность актрисе принесла роль в экранизации романа «Этель» Лиан Войнич «Овод» 1955 года Партнером Марьяны в «Оводе» стал Олег Стриженов А не кажется ли вам, сеньора, что Италия похожа на пьяницу, проливающего слезы умиления на плече у вора? А не кажется ли вам, сеньор, что вы поучаете нас так, будто здесь школьники? Они люди, отдавшие жизнь Италии! Он был на пять лет младше актрисы, между коллегами возникли романтические отношения И к концу съемок они уже были женаты В титрах картины исполнительница указана уже как Марьяна Стриженова После выхода «Овода» Марьяна стала знаменитой Она продолжила театральную карьеру, появилась в ведущих ролях в фильмах «Высота», «Гуттаперчевый мальчик», «Слепой музыкант» Но на первое место актриса поставила семью Особенно после того, как в 1957 году у супругов родилась дочь Наталья Олег Стриженов, напротив, больше внимания уделял карьере Его популярность была невероятной Хватало и поклонниц, в том числе и среди актрис Романы с Лионелой Скердой и Людмилой Марченко оказались самыми громкими Последняя даже ждала ребенка от Стриженова Это переполнило чашу терпения Марьяны После 14 лет брака она подала на развод Вскоре артист женился на Любови Земляникиной, мать актера и режиссера Александра Стриженова Сейчас Олег Александрович женат в третий раз Еще в 1976 году он заключил брак с Лионелой Скердой, Пырьевой В дальнейшей фильмографии Марьяны Стриженовой преобладают героиней второго плана и эпизоды Да и снималась она не часто, среди заметных картин с ее участием Их знали только в лицо, сердце Бонневура, черный бизнес, отпуск за свой счет, капитан Немо, артистка из Грибова Последним фильмом в карьере актрисы стала социальная драма «Отцы» 1988 года Больше Стриженова на экране не появлялась После развода замуж актриса не вышла, занималась судьбой дочери Натали, воспитывала внучку После ухода Стриженова из семьи Наталья с отцом не общалась Хотя он помогал дочери материально, поддержал ее поступление во ВГИК В 1984 году, наряду с представителями других известных актерских династий, мать и дочь сыграли в картине Владимира Басова «Время и семья Конвей» Марьяна Александровна жила вместе с дочерью на проспекте Калинина в престижной высотке В 1990-е работала консьержкой в доме, в котором жила После рождения внучки она разменяла квартиру на две однокомнатные в соседнем доме В одной поселилась она, в другой – дочь с внучкой Сашей К сожалению, личная и творческая судьба ее дочери Натальи Стриженовой оказалась неудачной С мужем она вскоре развелась, от брака осталась дочь Александра За всю карьеру Наталья снялась в 12 фильмах Пристрастилась к алкоголю, что мешало и театральной карьере Александру забрала к себе бабушка Марьяна Стриженова Дочки Натальи не стало в 2003 году, ей было всего 45 лет, умерла от сердечного приступа В последние месяцы Марьяна Александровна жила с внучкой Пенсии едва хватало на самое необходимое Не спасали ни ежемесячное пособие от гильдии актеров в 1000 рублей, ни помощь бывшего мужа О своем бедственном положении Марьяна Александровна не распространялась У нее было высокое чувство собственного достоинства Внучка Александра Холошина, частый гость ТВ-шоу на центральных каналах В 2015 году попала в центр внимания в СМИ В связи с тем, что стала суррогатной матерью Родив двойню, она сдала ее в детдом Так как клиенты, не желавшие публичности, отказались от детей Александра рассказала о своем суррогатном материнстве в ток-шоу Также Марьяна Александровна решилась на отчаянный шаг Прославленная актриса нашла человека, с которым заключила договор пожизненной ренты И должны были выплатить 200 тысяч рублей, а затем ежемесячно перечислять небольшую сумму А после смерти Стриженова квартира должна была принадлежать новому собственнику Вот только денег звезда советского кинематографа так и не дождалась 12 мая 2004 года, спустя 12 дней со дня подписания злополучного договора Марьяна Стриженова умерла Ничего не предвещало беды Пожилая актриса весь день хлопотала по хозяйству, общалась с Сашей Внезапно женщина побледнела и схватилась за сердце Внучка уложила бабушку на кровать, а сама бросилась к телефону, чтобы вызвать медиков Скорая помощь прибыла лишь через 30 минут, врачи констатировали смерть Стриженовой Ей было 79 лет Свой последний приют любимая многими актриса обрела на Головинском кладбище города Москвы Рядом находится могила ее отца Грызунова Александра Ивановича Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова